Всем привет! С тобой Елена и Косметическая Кухня Бьюр. Сегодня я буду рассказывать о том, как приготовить восстанавливающий, то есть регенерирующий крем для сухой кожи. Такой крем отлично подойдет в качестве ночного ухода за кожей, особенно в холодное время года, когда днем под воздействием ветра и мороза кожа повреждается и обезбоживается. Подробно о том, как приготовить такой крем я расскажу дальше. Готовить я буду 30 грамм крема и приготовление, как обычно, я начинаю с жирной фазы. В жирную фазу у меня входит эмульгатор эмульфарма 1004% или 1,2 на 30 грамм крема. Дальше в жирную фазу я добавлю эмолент каприлик триглицериды. В рецепт его входит 8% или 2,4 грамма. Триглицериды – это высокополярный эмолент растительного происхождения. Он обладает очень мягкими дерматологическими свойствами, не является комедогенным. Он улучшает сенсорные показатели готового средства и замедляет потерю воды с поверхности кожи. В следующем в жирную фазу я добавлю масло жожоба. В рецепт его входит 6% или 1,8 грамма. Масло жожоба смягчает кожу и помогает ей удерживать влагу. Масло жожоба обладает противовоспалительными и нормализующими свойствами, поэтому полезно как для сухой, так и для жирной кожи. В следующем в жирную фазу я добавлю масло амаранта. В рецепт его входит 6% или 1,8 грамма. Масло амаранта содержит большое количество скволена и витамина Е, и его применение способствует регенерации и омоложению кожи. Последним компонентом в жирной фазе будет гамма-аризанол. В рецепт его входит 0,5% или 0,15 грамма. Гамма-аризанол является одним из сильнейших антиоксидантов. Этот компонент стимулирует регенерацию кожных покровов, предупреждает появление морщин, способствует повышению упругости и эластичности кожи, а также обладает противовоспалительным действием и регулирует уровень влаги в коже. На этом приготовление жирной фазы я закончила и приступаю к изготовлению водной фазы. В водную фазу у меня входит очищенная вода 68,5% или 20,55 грамма. Часть водной фазы я отолью для разведения водорастворимых активов. Для этого я беру новый стаканчик и наливаю примерно 1,5 грамма воды. Оставшуюся воду и жирную фазу я ставлю на водяную баню до полного нагревания и растворения жирорастворимых активов. После этого я буду начинать эмульгирование. А пока водная и жирная фазы греются на водяной бане, я растворю водорастворимые активы. Первый из них это Депантенол. В рецепт его входит 2% или 0,6 грамма. Депантенол оказывает успокаивающее действие. Он снимает раздражение и уменьшает шелушение кожи. Следующий компонент, который я введу в активную фазу, это мой любимый консервант Геогард Ультра. В рецепт его входит 1% или 0,3 грамма. Вот растворимые компоненты, которые необходимо было ввести в активную фазу, у меня закончились. Сейчас я размешаю их до полного растворения. Вводить активную фазу я буду в готовую эмульсию, которая остыла примерно до 30-40 градусов Цельсия. Водная и жирная фазы нагрелись на водяной бане до необходимой мне температуры. Эмульгатор и гамма-аризонол растворились в жирной фазе и сейчас я могу начинать эмульгирование. Но предварительно мне необходимо ввести еще один компонент в горячую водную фазу. Вводить я буду, пожалуй, самый главный компонент в этом креме. Это комплекс церамидов или их еще по-другому называют комплекс керамидов SK Influx V. В рецепт его входит 3% или 0,9 грамма. Комплекс церамидов приведет к усилению увлажнения кожи, что в конечном итоге приводит к менее чувствительной и менее сухой коже. Концентрированная смесь различных типов церамидов, холестеринов, свободных жирных кислот и фитосфингазинов делает его идеальным ингредиентом для косметических средств с уникальными восстанавливающими возможностями. После того, как я ввела комплекс церамидов в горячую водную фазу, я начинаю эмульгирование. Для этого я беру мини-миксер. Начинаю постепенно вливать водную фазу в жирную фазу и постоянно помешивать. Мешать с помощью миксера я буду на протяжении нескольких минут до образования однородной эмульсии. Потом я возьму стеклянную палочку и буду размешивать крем до тех пор, пока эмульсия не остынет до температуры примерно 40 градусов Цельсия. Потом я введу оставшиеся СО2 экстракты, эфирное масло и активную фазу, которую я заранее приготовила. Я закончила размешивание эмульсии. Она у меня остыла, немножко застыла и сейчас я буду вводить оставшиеся компоненты. У меня это СО2 экстракт алоэ веры. В рецепт его входит 0,5% или 0,15 грамма. Экстракт алоэ увлажняет и питает кожу. Он стимулирует регенерацию клеток, а также снимает воспаление и раздражение. Поэтому кремы, содержащие алоэ, рекомендуются для увлажняющих и восстанавливающих рецептур. В следующем рецепте я введу СО2 экстракт льна. В рецепт его входит 0,5% или 0,15 грамма. Экстракт семени льна работает как натуральный увлажнитель, защитный и питательный агент. Он содержит высокий уровень полиненасыщенных незаменимых жирных кислот. Именно поэтому он восстанавливает гидролепидный барьер кожи. В следующем рецепте я введу эфирное масло грейпфрута. Я не писала его в рецепт в каком-то определенном проценте ввода, поскольку я добавлю буквально 2 капельки. Он не будет оказывать такого-то особого косметического действия, но придаст моему крему легкий и ненавязчивый аромат грейпфрута. Дальше я размешаю компоненты, которые ввела в эмульсию. И наконец-то я могу ввести последнее, это активную паузу, которую я заранее приготовила. Наливаю и размешиваю. Размешиваю миксером примерно 1 минуту. Дальше я опять-таки беру стеклянную палочку и буду размешивать крем до его полного остывания до комнатной температуры. Я закончила приготовление крема. Эмульсия остыла до комнатной температуры. Эмульсия получилась очень легкая и нежная, а текстура отлично подойдет под вакуумный дозатор. Сейчас я буду начинать переливание эмульсии во флакончик. Для этого я использую вакуумный флакон с белой крышечкой. И сейчас я хочу сказать, что вакуумный флакон это идеальная тара для хранения крема, поскольку в нем отсутствует доступ воздуха. А как известно, где нет воздуха, там нет бактерий и крем не будет портиться и окисляться. Соответственно, срок годности его продлится. Дальше я беру дозатор. Для того, чтобы закрыть именно этот вакуумный флакон, нужно очень сильно надавить на дозатор до щелчка. Регенерирующий крем для сухой кожи готов. Применять я его рекомендую в качестве ночного крема. Для того, чтобы пока мы спим, наша кожа восстанавливалась. Если у тебя есть интересные пожелания по поводу моих будущих видео, пиши в комментариях. Будем готовить рецепты и снимать. Для новых зрителей подписывайся на мой канал и будешь в курсе всех интересных рецептов в мире натуральной косметики. С тобой была Елена и косметическая кухня Бьюн. До скорых встреч!